Уже не думаешь, что на дамки двое брамя? Дозвольте нам выехать. Треба дома сделать, чтобы веншины... Это кадры из ряда украинских городов, куда, по информации СМИ, могли доставить эвакуированных украинцев из китайского города Ухань, где, собственно, и произошла вспышка коронавируса. А как бы вы отреагировали, если бы узнали, что самолет с эвакуированными приземлился бы в Одесском аэропорту? Я тоже против. Почему? Ну, потому что у нас нет такого, как в Китае. Понимаете? Нас не защитят от этого вируса. Просто-напросто. Я тоже против. Если бы им создали надлежащие условия, почему бы и нет? Они же украинцы. Среди них, может, есть и деситы тоже. Государство должно создать им условия, в которых они не будут нести угрозы другим людям. Ну, а зачем у нас? Зачем у нас? Нет доверия. Никто не против этих людей. Им надо помогать. Просто нет доверия, что действительно все сделано, как положено. И коронавируса в Украине не будет. Вы же прекрасно понимаете, что у нас малейший грипп, и у нас люди умирают. Если Китай не может с этим коронавирусом справиться, вы думаете, Украина? У нас нет медицины. А вы бы вышли на отсутствие? Да. Родина должна принять все-таки своих людей, мне докажется. В каком состоянии это вдруг вас встретим, для этого есть специальная служба, которая может проверить все. Совершенно спокойно. Почему? Ну, потому что я думаю, что это больше паника, вызванная там просто новой темой. Потому что, на самом деле, от гриппа и вирусных респираторных заболеваний умирает большее количество людей. На акцию протеста, естественно, я бы не выходила. Ну, жалко, конечно, людей. Мне хотелось бы, конечно, чтобы в Одесском регионе находились. Только если это какое-то максимально выдержанное количество времени. Чтобы эта инфекция, ну, вирус, вернее, не распространился на наших граждан. Я считаю, что мы должны их принять, потому что все мы люди. И на их ситуации мог быть кто-то из нас, кто-то из наших родственников. Нужно всегда оставаться человечным. Я думаю, что правительство, там работают профессионалы, они сделают все, чтобы максимально локализировать и не дать этому вирусу расшириться. Поэтому те протесты, которые проходят, я считаю, что это неправильно. Может, это вообще кто-то делает специально, чтобы как-то скомпрометировать власть. Потому что, там, заберите, почему вы их не забираете, потом, когда забрали, зачем вы их забрали. Мы тоже украинцы, тоже люди. В любом случае, это наши граждане, как бы, в любом случае. Тонешние больные, изначально их пускают уже проверенными и проверяют еще раз. Их они будут везти в город, их они будут за городом. На территории, где нет людей, которые с ними как-то коммуницируют. То есть, в любом случае, все будет нормально. Это как бросить своего, там, я не знаю, просто в том, в чем-то, в корабле. Сказать, тони, а я пойду на сушу, как бы. Во-первых, это живые люди. Наверное, нужно дать им шанс. И, ну, нельзя просто взять и сказать, нет, не прилетайте, мы вас боимся и там прочее. Нет, существует какой-то, ну, наверное, человечность. Это их дом. И им нужно сюда вернуться. Я думаю, так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!